Общение Добрый день, друзья! С вами Айман Егинбаев и Казахстанская медиа-академия. Мой девиз – «Хотеть не вредно, вредно не хотеть». Сегодня в эфире программа «Искусство интервью». Айман Егинбаева – выпускница и резидент Казахстанской медиа-академии. До решения посвятить себя телевидению всю жизнь занималась логистикой и железнодорожным транспортом. Проходит стажировку на телеканале КТК. В нашей жизни всё более часто появляются такие направления нам новые, как ясновидение, экстрасенсорика, эзотерика, мистические стороны жизни, тонкие материи, высшие силы. Но сегодня я хочу поговорить немножко о другом направлении, о жизни без мистики. С нашим гостем – писатель, поэтесса, сценариста, психолог Карина Сарсенова. Карина Сарсенова – поэтесса, писатель, психолог, сценарист и продюсер. Основатель нового литературного жанра «Неоэзотерическая фантастика». Человек тысячелетия по версии энциклопедии «Люди нашего тысячелетия». Член-корреспондент Международной академии интеграции науки и бизнеса. Президент Евразийского творческого союза. Учредитель Евразийской литературной премии. Создатель и генеральный продюсер компании «Киэс Продакшн», занимающийся созданием и продвижением музыкальных, театральных и проектов кино. Карина, я могу к вам так обращаться? Да, конечно. На просторах интернета я нашла много информации о вас, но, к сожалению, не нашла информации о том, над чем вы сейчас работаете. Да, мы не всегда раскрываем все тайны сразу, это неинтересно будет, но всегда делимся какими-то отбликами интриги, даже так можно сказать. Работаем сейчас мы очень над многими проектами. Это и короткометражное кино, сюжет я пишу для этого фильма. Режиссером будет выступать Антон Митнев. В ролях будут задействованы очень известные, самые талантливые казахстанские актеры и артисты нашего продюсерского центра. Кино будет называться «В Кубе». И уже мы делаем поползновение для участия нашего кино на известных фестивалях, кинофестивалях. В этом году, в апреле, я лечу в Канны для участия в Каннском кинофестивале, для того, чтобы наш фильм «Хранители пути», который все-таки увидит свет в этом году, тоже был как-то дистрибьюирован по миру. Вы являетесь основателем нового литературного жанра, неоэзотерическая фантастика. Скажите, а вот разве в литературе он раньше отсутствовал? Вы знаете, вообще я об этом не думала и не гадала. Я была очень удивлена, потому что, когда я садилась писать, я не являюсь филологом по образованию, но очень многие писатели и классики, и современные не имели филологического образования, они просто развивали свой талант через чтение большого количества книг, и таким образом выкристаллизовался их личный стиль. Я писала всегда как бы так, как мне хотелось писать, как душа того хотела. Вела такой диалог сама с собой, с читателем, с Всевышним, через написанные рассказы, романы, стихотворения. И просто мою книгу представили «Дыхание пустоты» на фестивале в фантастическом созвездии «Аюдак в Крыму». Я была очень удивлена, представила издательство «Молита Русь», которое издало книги по праву, могло, мои книги издало, тогда это был сборник поэзии, и как раз вот роман эзотерический «Дыхание пустоты». И они могли, имели право выставлять на разных фестивалях мою литературу. И через неделю после того, как фестиваль прошел, мне звонят из оргкомитета и говорят, что они считают, что я создала вот так вот неожиданно, ученые неожиданно открывают что-то, да, кому-то таблицы химических элементов снится во сне, да. А я вот так вот просто писала, как я сама видела, вот, как бы скажем, мною написанное произведение, сама ни у кого не учаясь, ни абсолютно ничего, не посещая никаких курсов. И тут мне говорят, что я придумала новый литературный жанр. И просят срочно дать название, потому что надо что-то в диплом вписать, которым меня они угрожали наградить. Я села, мне сказали, у меня 50 минут почему-то именно такое количество, не 5, не час, 50, я не знаю, откуда у них делалось такое время. И я говорю, ну хорошо, позвоните. Ровно через 50 минут они позвонили. Я сказала, ну пусть называется неоэзотерическая фантастика, то есть новая эзотерическая фантастика. То есть эзотерика была всегда, но какой-то, любая современность, она дает свое истолкование тонких знаний. Вот так появился этот жанр. Вот скажите, вот жанр булгаковского произведения, чем он отличается от вашего? Вы знаете, сильно отличается, потому что Булгаков, он, это вот, именно вот эта его книга, она написана намного стилистически проще и доступнее, чем большинство моих эзотерических романов, именно где есть сюжетная линия, именно как художественная литература. Поэтому, наверное, у него эта книга более доступна для понимания и прочтения. Это очень хорошо, потому что знания должны быть доступны для всех уровней людей. На каком бы уровне развития человек ни находился, всегда найдется свой проводник, а булгаков тоже был им свой посредник, который от Всевышнего передает эти знания этому человеку. Ну, вот вы в одном из интервью сказали, что легче жить в иллюзиях. Но всё равно, когда-нибудь реальность наступает, и человек, который живёт в иллюзии, может, так скажем, мягко сломаться под этой реальностью. Вот люди, которые достигли каких-то определённых вершин, были в прошлом успешными, опустились, так скажем, без нечеловеческого облика бомжа или пьяницы. Они жили в иллюзии? Вы знаете, да, они жили в иллюзии, одной из самых жёстких и жестоких иллюзий этого мира, в иллюзии материальности. То есть вообще считается, как считают индуистские учёные, создавшие в своё время веды, это вот книга знаний, Так вот, там говорится, что когда человек очень сильно привязывается к материальному плану бытия, то есть как можно больше денег заработать, да, а как вот боится остаться голодным, нужно обязательно вот именно только всю свою жизнь построить на добывании материальных средств к существованию, то в итоге он либо в этой жизни, либо в последующей деградирует до крайнего состояния вот такого вот материальной потребности, именно физичности этого мира. То есть что делает бомж или что делает алкоголик, да, ну, бомж и алкоголик немножко разные категории, мы, я говорю сейчас о бомже, он же просит деньги постоянно, это крайняя степень привязанности к деньгам, когда деньги занимает Бога, любовь, собственную душу, всё-всё-всё. То есть человек живёт только вот таким попрошайничеством. А скажите, вот ваш муж-супруг Марка Аутшелла сыграл роль Ангела Амадео в фильме «Хранители пути». Он продюсер, актёр, художник, а он поёт? Марка поёт, да, это вот книга «Хранители пути», где тоже вот он на обложке. Неплохо поёт, ну, конечно, непрофессионально, хотя он сыграл один раз в мюзиклах, сейчас он не выступает по определённым причинам, а у каждого свой этап развития происходит. Вот, сейчас он продюсером не является, он является директором телерадиокомпании «Шахар», куда входит «Энерджи-ФМ» радио и «Хит-ТВ», это телевидение. Вот, сейчас продюсерским центром занимаемся мы с Алиханом Мусатаевым. Да, совместно тянем лямку трудовую, да. А вот, а нашим театром «Триумф» занимаемся мы с Антоном Митнёвым, он художественный руководитель, а я продюсер, учредитель и драматург. Вот, то есть такая замечательная команда. Я хочу сказать, что мюзикл «Хранители пути» этой осенью можно будет увидеть повторно на площадке Тюза имени Мусрепова. А в этом году театр «Триумф», который раньше назывался экспериментальный театр мюзикла «Карины Сарсеновой», мы решили, что это просто невыносимо долгое название, и я говорю, ребята, давайте мы назовем его «Триумф». Последние две «Ф», в общем, такие английские. Карина, я вот заметила, у вас всегда такие необычные украшения с камнями. Вы верите в силу камня, как-то подбираете. Вы знаете, я уже давно дошла от позиции веры. Я считаю, что верить, когда ты вот у человека существо дуалистичное, мы вообще живем в реальности дуализма, да? Добро и зло, хорошее и плохое, север, юг, различные полюса, например, да? Даже строение, если мы будем разбирать молекулярное, атомное вселенное, все подчиняется принципу дуализма, то есть материя, она подчиняется принципу дуализма. И поэтому, где есть вера, там всегда присутствуют сомнения. Чтобы эти сомнения преодолеть в себе, я советую никогда не делать никаких выводов и не строить убеждения без достаточного количества опыта, что какая-то у вас, мучает вас боль, недомогание. Сходите к трем разным врачам в трех разных медучреждениях и сравните, потому что везде человеческий фактор, мы все ошибаемся. И то же самое, например, если человек ищет свой путь. Преодолевайте, все-таки выберите вашу веру, ваш путь, вашу практику духовную, следуйте этому направлению. Если вы сомневаетесь, что вообще есть тонкий план бытия, да, ну, материалист, человек, я говорю, сходите к десятку экстрасенсов разных мастей, сходите к ясновидящему, пожалуйста. Сходите к парапсихологу, сделайте гороскоп и сравните. И вы за 100% убедитесь, даже если из 10 человек трое окажутся с шарлатанами, вы на 100% убедитесь, что это есть. Поэтому набирайте во всем, не верьте никому огульно, просто набирайте опыт свой в этом направлении. Значит, в камнях вы уже знаете. Да, к вопросу о камнях, да, я их чувствую энергетически. Вот вчера я приобретала несколько таких больших друзов кристаллических, раухтопаз у такого размера, и несколько слияний горного хрусталя. Почему? Они очищают энергетику. Аметист, например, не просто очищает, он также исцеляет и гармонизирует. У каждого камня есть своё. И энергетически я сразу, даже иногда стоит посмотреть на камень, ну, у человека, у которого есть уже такая чувствительность к восприятию тонких вибраций, да, тонких энергий, то их обычно называют экстрасенсами и сновидящими. И камни я ощущаю энергетически. Просто даже сначала, если у вас неразвитые экстрасенсорные способности, ощутите вам элементарно, вот визуально нравится камень или нет, походите с ним. Я один раз приобрела в Москве винтажный браслет, очень красивый, там все 12 знаков зодиака. Ручная работа из латуни сделана, вот изображены, знаете, как скульптуры, вот так вот они. Я не могу носить, я одеваю, и я хочу его выбросить с себя. Я его чистила сама, не помогло, там слишком сильный негатив. Я отдала Галине Щербаковой, моей подруге, замечательной сновидящей. Она взяла и начала писать, что браслета было две хозяйки, одна женщина уже в возрасте с очень неуправляемым характером. И много вот этих вот негативных эмоций, непроизвольно отложила за браслет. И она сама его где-то неделю профессионально чистила. Я когда его взяла после нее, я говорю, да, слушай, здорово, все ушло, спасибо. А вот скажите, после окончания Московского университета вы работали психологом, психотерапевтом, и в одном из интервью вы сказали, что можете составить карту личности интервьюера, пообщавшись с ним много силами, про меня можете? Это психологический портрет, да. Я занимаюсь этим профессионально, поскольку я профессиональный психолог, риксоновский гипнотерапевт, и нас обучали, как составлять. Это, знаете, технически сделать, то есть как, это и сложно, и не сложно. Технически не сложно, потому что даже по уже ушедшему человеку можно на основе его биографии сделать, да, потому что темперамент, характер, качество личности, даже психические болезни, все отражаются в поступках человека. Да, берут начало из семьи, вот. Особенно если есть фотография, по физиогномике можно сделать то же самое. И по живому человеку то же самое, надо узнать его биографию. Конечно, да, да. И сложность состоит уже в том, насколько психолог профессионален, насколько он может точно и правильно интерпретировать полученные данные. Ну, это как в любой сфере услуг, то же самое экстрасенс, то же самое врач, то есть тот же самый массажист. Скажите, пожалуйста, бытует такое мнение, что каждый человек получает по заслугам, по своим, да, это заслуги в его нынешней жизни, или же в прошлых жизнях, или же это ошибки предков, что это за... Вы знаете, это всё вместе, то есть очень мне странно слышать, когда люди не верят в это понятие кармы, греха, то есть воздаяние за плюс или минус нашей жизни. Ну, у нас все события взаимосвязаны. Например, если у человека есть склонность к аллергии, он съест апельсин, он покроется сыпью, правильно? Уже взаимосвязь. Если у девушки в рационе не хватает каких-то витаминов, у неё начнут слоиться ногти или сечься волосы. И это везде, то есть никогда дождь не бывает просто так. Целая сеть событий, это спарение воды, формирование облаков, перемещение воздушных масс во всей биосфере Земли, да, всё это приводит к тому, что над ломотой упал дождь, накрыло потом её туманом. Понимаете? Всё взаимосвязано. Поэтому, естественно, на уровне то, что вы говорите, событий в жизни, я просто отчётливо ощущаю на уровне знаний, что мы все рождались по многу раз и ещё будем рождаться. То есть у меня есть такое вот яснознание, это называется. Меня, кстати, приняли, даже случайно, не случайно, в Ассоциацию народных целителей Казахстана. История комичная. Я пошла устраивать туда Галину Щербаковой, чтобы лицензировать её деятельность. И мы узнали, что в Казахстане существует только одна организация, которая выдаёт удостоверение, право, лицензию на работу народным целителям, экстрасенсам, например, да. Вот этот сертификат, этот диплом признаётся государством. Всё, ты уже как бы официально имеешь право принимать. Ты не шарлатан. У них там даже вплоть до аппаратуры проверяющие. И там тоже народный целитель Казахстана, Заянка Жанкулов, является основателем и председателем. Он тоже сновидящий. Мы пришли с ней вот как бы на приём. Он её протестировал и сам, и через разные приборы, и всё прочее показали, да, очень высокие баллы, энергетики, силы, способности есть. Потом он смотрит на меня, говорит, ну-ка, иди сюда. Я говорю, не пойду, а что? Иди, говорит, сюда, иди. Я говорю, начал проверять на приборах и говорит, я тебя тоже приму. Я говорю, я не хочу, мне этого не надо, я не собираюсь исцелять людей. Я говорю, это вообще страшное дело, как тебе толпами идут с проблемами, да, и вот это потом ещё энергетически очищаться. Он говорит, нет, хочешь ты, не хочешь, тебе это потом пригодится, достает два диплома, вот. Всё, подписывайся. Я говорю, ну, хорошо. И он перечислил все мои способности, которые я сама в себе знала, потом он так внёс в графу, кто, по его мнению, такая там, которые он у меня знает, что они у меня есть. Всё попало в точку. Ну, сам мастер, потому что, с большой буквы. Вот, поэтому здесь есть такое вот у меня ощущение, знание о чём-то, вот, что может происходить. Ну, а тогда как быть тогда жертвами воин? Допустим, взять со Второй мировой недавнее событие на Украине. Там же всё-таки невинные жертвы. Не бывает невинных. Нет, нет, нет. Это всё было из прошлого. Да. У вас дети есть? Нет. Вот. Когда у вас будут дети, и не один, вы убедитесь, у меня двое сыновей. Погодки. Даже вынашиваешь разный ребёнок. Всё разное. Понимаете? Даже как у него складывалась там ситуация непосредственно перед его даже зачатием. Это всё удивительная взаимосвязь, если проанализировать. И во время беременности каждый ребёнок уже имеет свой характер. То есть, как только происходит зачатие, туда уже входит душа. Но есть карма, которая влияет на то, что у женщины появляется выкидыш. Это уже трудности, которые душа должна испытывать. Молятся души в том мире. Перед тем, как у меня старшему сыну родиться, не то что родиться, я как бы просто не знала, я забеременела или не забеременела, да, и вот что-то там раньше не получалось. Было много попыток, и я уже как-то начала расстраиваться. И мне снится сон. Мне снится мальчик годовалый. Он сидит вот так на кровати, смотрит на меня. Только мальчик светленький, хороший, не блондин, светлый по энергетике, по душе. Такой умненький на меня смотрит и говорит, мама, я так молился, чтобы родиться. Представляете? И я пошла через несколько дней, раздала анализы, действительно, произошло зачатие. И когда через три месяца определяли полуребёнка, мальчик и родился. Именно такой мальчик, как я видела во сне, по всем характеристикам, понимаете? А на самом деле человек приходит сюда, конечно же, для того, чтобы стать лучше. Стать лучше, стать чище и сделать этот мир тоже лучше. Карина, вот скажите, вот если бы вы были бы материально зависимы, у вас бы наверняка была бы цель к материальному успеху? Ну, наверняка, да, конечно. А занимались бы вы меценатством, тоже будущим материально зависимым? Я думаю, да, конечно. Но в одном из интервью вы опять же сказали, что вы общаетесь с высшими силами, не с Богом. Кто это высшие силы? Вы знаете, можно так сказать, что с Богом каждый человек общается в своём сердце всегда. Это наша интуиция. Наша интуиция — это голос души. И поэтому с Богом можно говорить через собственную душу. А есть понятие ченнелинга. Ченнелинг — это контакт либо с сущностью из низшего, среднего или высшего мира, либо с божественными уже какими-то субстанциями, сознаниями, так скажем. И то, на какой уровень вы выйдете на контакт, с каким существом, так обобщённо говоря, скажем, зависит от вашей душевной чистоты. Штука душевная чистота — это степень преобладания ваших позитивных душевных качеств над негативными. И степень того, насколько вы видите в других людях, — божественная. Можно сказать, что те люди, которые… Вот самый примитивный уровень, когда человек неосознанно видит божественное в других людях. Он просто людей любит. Понятно. Вот скажите, вы свой продюсерский центр принимаете талантливых людей с обязательным условием, наличием у него музыкального образования и знанием ноты. С детства мечтаю об актёрской карьере, но у меня нет ни опыта, ни образования. В моём случае есть вероятность? Да, приходите к нам в мою школу искусств. Там будет вести… Есть разные мастера. Актёры из театра САЦ преподают у нас актёрское мастерство. Венера Нигматулина тоже будет скоро преподавать собственную авторскую методику актёрского мастерства. Но есть возможность бесплатно получить. Это вот мой такой меценатский подарок студентов всех возрастов. Наш гениальный Антон Митнёв ведёт актёрское мастерство. И курс открыт, плачу ему лично я, и курс открыт для всех желающих три раза в неделю, даже для деток. Потому что мы подбираем актёров для наших фильмов. Таким образом формируем команду и для нашего театра. Мы в прошлом году выпустили с Антоном Митнёвым нашу книгу «Двойная сплошная». Есть аудиокнига. Мы её тоже разместили в Ютубе. Можно скачать, послушать, как Антон читает свои стихи, я свои. Под музыку Галамжана Берекешева. И на эти же стихи, на эту книгу Михаил Кравец создал коллекцию вечерних образов мужских и женских. Вот мы в гостином ряду в Москве это показывали, на неделе моды в Астане. Сейчас Михаил Кравец создаёт коллекцию, коллекцию «Сложный манёвр». Есть художник очень талантливый Юра Зобок, сюрреалист, который мы с ним тоже на одной волне. Он чувствует мои стихи и пишет очень красивые картины, которые вот прямо на полотне разворачиваются, моё стихотворение в визуальном ряду. Таком вот очень жизнерадостные, яркие картины. И вот эти картины будут взяты как принты для образов мужских и женских Миши и Кравеца, нашим дизайнерам. То есть, получается, мои стихи, отражённые в полотнах Юры Зобока, из них создадутся, не из полотен, конечно, оригиналов, а то художник не простит. Здорово, супер. Спасибо вам большое. Это такая увлекательная, интересная, необыкновенная беседа. У нас в гостях была Карина Сарсенова, очень талантливая, успешная, красивая, интересная женщина. И читайте её стихи, читайте её книги, смотрите её фильмы, слушайте её музыку и аудиокниги. Раскрытое сознание, цветущая душа, как небо утром ранен, свежа и хороша, как чудо откровенно, как звёзды высока, бесстрашно и нетленно, воздушно и легка, мудрая и безупречна, и по мыслам чиста, любови бесконечна и счастья проста. Спасибо вам большое. Можно у вас попросить автограф? Взгляды, контакты, прикосновения, убеждения. Наш собеседник — это наше зеркало. Мир — это тот, чем являешься ты сам. Талантливые выпускники Казахстанской медиа-академии общаются с интересными людьми. Программа «Искусство интервью» с понедельника по пятницу в 7.05 и 19.05 на телеканале «Музлайф». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова